Добрый день! Это Территория культуры. В Петрозаводске в 20-й раз вручили республиканскую театральную премию «Онежская маска». Какие кипели страсти! Еще бы! Прошлый сезон, несмотря на ковидные ограничения, порадовал нас множеством интересных и ярких работ. Но обо всем поподробнее. В этот раз на «Онежской маске» чувствовалось особое оживление. Церемония вручения театральной премии Карелии проходила в 20-й раз. Своего рода юбилей. По иронии судьбы, накануне вручили «Оскар». Да, у нас не было красной ковровой дорожки, бесконечных фото вспышек, но искренние волнения, актрисы в вечерних туалетах, ожидания чуда – все как положено. В середине 90-х «Онежская маска» родилась из традиционного актерского капустника ко дню театра. Праздник был, так сказать, профессиональным, цеховым. Несколько лет назад правление Союза театральных деятелей Карелии приоткрыло завесу приватности, допустив в святая святых зрителей. Надо сказать, что событие от этого только выиграло, приобрело весомость и торжественность. В пятый раз – и снова красивая цифра. «Онежская маска» превращается из раздачи наград в яркое оригинальное шоу. Киноакадемики отдыхают. Ролят мастера карельской сцены. Праздничная церемония – лишь вершина айсберга. Конкурс фестиваля «Онежская маска» дает возможность зрителям и критикам в течение двух недель еще раз увидеть спектакли предыдущего сезона. Их оказалось 16, и пять из этих 16 были отмечены особым вниманием. Этот сезон был очень сильный для всех театров Карелии. Пять лауреатов лонг-листа в «Золотой маске». И не было таких спектаклей, которые бы вызывали однозначно негативную реакцию. Все спектакли были очень интересными. Пандемия коронавируса не замедлила и театральное развитие. Напротив, в прошлом сезоне каждый театр как будто накопил творческую энергию и буквально выплеснул ее на сцену. Кроме того, появился опыт работы с федеральными проектами и программами в области культуры. Результат удивил и порадовал. Я хотел туда, где я был таким счастливым, и куда просто чисто физически невозможно вернуться. Новые лица актеров, новые имена режиссеров, новые формы. При этом темы простые, из школьной программы, но оказалось вечной. Отцы и дети, личность и общество, меры добра и зла. Это было настолько в некоторые моменты актуально, что до мурашек, потому что это удивительно. Ведь этим спектаклем год, а они звучат сейчас по-новому, так же свежо. Это значит только то, что действительно это очень серьезного уровня произведения, что наш город по-прежнему подтверждает статус очень театрального города. Нужно только одно, только зрение любящих глаз. И зажжется мой мир, без меня торжествую. Но лучший спектакль сезона на «Онижской маске» не выбирают. Эта премия актерская. Отмечают работу тех, благодаря кому спектакли стали знаковыми, заметными явлениями. Лично я бы не могла выбрать какие-то лучшие работы, потому что их просто целое созвездие. Как вы с этим справились? Это было ужасно. Это такого тяжелого, наверное, обсуждения. Я не пойду больше в жюри. Это ужасно тяжело. В дни фестиваля нашей съемочной группе удалось побывать на одном из обсуждений спектаклей. Лицом к лицу судейская коллегия и артисты. Это не коверные разборки и не подковерные интриги, а серьезный разговор заинтересованных сторон. Для меня это такой разрозненный калейдоскоп осколков. Из каждой сценки что-то можно вытащить, но в футболную картину у меня, к сожалению, так и не сложилось. Что это, про что это, кто и все эти люди. Критика – взгляд на происходящее на сцене подготовленного умного зрителя. Хороших театральных критиков вырастить надо. Своеобразный экзамен по этому направлению сдали на Нижской маске студенты Российского института сценических искусств. Пятерым молодым театроведам пришлось досконально изучить современную театральную жизнь Карелии. Она очень насыщенная. И здорово, что тут столько театров, разных театров. И очень хороший театр кукол. И тот же и национальный театр, и есть и музыкальный театр. Причем музыкальный театр есть даже не в каждом городе, ну, в России. И в этом плане, мне кажется, Петрозаводску очень повезло. Сейчас, на самом деле, довольно разные взгляды даже в нашей пятерке. Мне очень понравились постановки национального театра Карелии. Во-первых, это все-таки отношение к тексту. И это очень большая работа с пластикой, как мне кажется. Я считаю, что самые интересные спектакли, это те спектакли, которые... Тот спектакль, который либо... Или актерская работа, которая либо ужасно-ужасно нравится, либо она ужасно-ужасно раздражает разных людей. Поэтому я готова к тому, что лауреатом станет какой-нибудь артист, который мне совершенно не понравился. Своих знатоков театра, к сожалению, в Карелии становится все меньше. В этом году подготовили группу театральных блогеров. Участие в жюри «Онежская маска» для них – боевое крещение. Вы умеете высказывать негативное мнение? Или все-таки какие-то положительные эмоции верут вверх? Ну, наверное, я пока еще не встречала таких спектаклей, которые бы вызвали у меня вот острую негативную реакцию. Но я учусь. Это, кстати, тоже момент для блогера и для театрального критика. Достаточно тяжелый, когда ты понимаешь, что нужно написать что-то отрицательное. Кстати, о лауреатах и наградах. Первые «Онежские маски» выглядели вот так. Автор «Гобеленов» – мастер Галина Васильева. Это не просто маска. Это своего рода лицо Карельского театра. Причем две абсолютно одинаковые найти сложно. У каждой свое выражение и настроение. У каждого лауреата со своей маской связана особая история. Это за мой дебют, за три сестры, за роль Маши в спектакле Ивана Петровича Петрова, моего мастера. Насколько я помню, даже не было никакой церемонии, просто вот я узнала из газеты. Потому что я пришла к бабушке с дедушкой, и дедушка ждал меня у дверей с этой газетой. Вот, да, да, да. Поэтому я ее бережно храню, еще как память не только о моем «Триумфе», но и о моем дедушке. Александр Стрелков и Валерий Дворников получили свою «Онежскую маску» за исполнение дуэта гангстеров в мюзикле «Целуй меня, Кэт» по комедии Шекспира «Укращение строптивой». «Гангстер первый, гангстер второй». Я уже, правда, не помню, кто из нас какой, первый или второй. Я второй. А, значит, я первый. А изобразить сейчас что-нибудь можете? Мы чтим Шекспира. Да, тюремная библиотека «Чикаго», шестая полка, пятый стеллаж справа. Совершенно верно. С 2009 года награда изменила свой облик. Это уже работа художника Владимира Зорина. Как это непросто? Нет, это непросто. Это очень непросто. Артист театра «Кукол» Александр Довгни счастливый обладатель двух вариантов масок. Первая – за лучший эпизод. Роль цыгана в спектакле то ли люди, то ли куклы. Вторая – за знаменитые золоченые лбы. Вот я поднимал там ножку так. Та-та-та-та. Раз. Ударяли. Та-та-та-та. Раз. И голова шла. И ай-не-не-не-не-не-не там руками. То есть принцип тот, что вот такие маленькие, казалось бы, куклы, а возможности у них неограниченные. Получается, что когда я пошла, я переволновалась так, что я побежала, естественно, я вот обронила туфельку, вторую скинула уже на ходу, и весь зал уже засмеялся, все зааплодировали. У меня вот такое было помутнение. Я выбежала на сцену босая, собственно говоря. После «Онежской маски» 2011-го все газеты назвали Юлию Куйко «Карельской золушкой». В тот раз дебютантка получила премию сразу за две сложные роли на финском языке в спектаклях «Песни синего неба» и «Дело святое». В жизни артиста такая премия, что значит? Ну, во-первых, сама номинация, мне кажется, очень приятна, что тебя замечают, значит, роль непроходящая, значит, ты вложился, значит, там узрели что-то стоящее, настоящее, проникновенное, и мне кажется, этим стоит гордиться. Раз, и два, и три, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Лауреат ты или нет, заслуженный или начинающий – неважно. Артисты всех театров Карелии мечтают не только получить заветную «Онежскую маску», но и принять участие в праздничном шоу, потому что такой драйв не от каждого спектакля получишь. Артисты-то все практически драматические, легко ли с ним мюзикл ставить? Конечно, конечно. Чем мы хуже Голливуда и Бродвея? Постановочная команда словно кукловоды марионеток, дергают за ниточки и струны души разноликую актерскую компанию. Для подготовки шоу всего один месяц. Он мужик, а маша нет. Павел, вообще номинанты должны, по идее, сидеть в зале, красивые, в смокингах и бабочках, как вы сейчас. А вы на сцене. Скачете, поете, это как понимать? Ну, в смокингах и бабочках, но на сцене. Ну, я считаю, что такие мероприятия нужно праздновать на сцене, а не смотреть из зала. Евгения, каково исполнительнице главных ролей в оперных спектаклях участвовать в таком несерьезном предприятии? Сплошное удовольствие. Кто у вас сейчас? Что за персонаж? Буфетчица, которая очень хочет на сцену. Я думаю, у нее получится это. Я врачу на сцену, имейте все в виду. Вам нужна замена, я уже иду. А Нежская маска каждый год доказывает, что любая роль и главное, и небольшой эпизод в спектакле и в праздничном шоу может стать событием, остаться в памяти надолго, а объявлять лауреатов не менее волнительно, чем получать премию. Лучший ансамбль. Положеные дрожат руки. Актерский ансамбль в спектакле «Первюк на Вэлл». Актерский ансамбль в спектакле Но главный форс-мажор оказался в том, что в номинациях «Лучший эпизод» и «Лучшая женская роль» жюри решило премий не присуждать. Премия не присуждает. Интересные работы, которые не удается поместить в прокрустовые рамки традиционных номинаций, все же редко остаются без внимания. Театральные критики присудили свою премию сразу двум спектаклям «Сирано де Бержераку» «Театра кукол» и «Маленькому принцу Братству Розы» «Негосударственного театра» «Адлиберум». Пожалуй, самые трогательные моменты, когда на сцену поднимаются люди, отдавшие служению театру всю свою жизнь. Премии за преданность театру, за честь и достоинство имени Людмилы Живых особенные. Эта «Онежская маска» останется в нашей памяти еще одним событием – ярким, прекрасным и незабываемым. Лидер по завоеванным наградам – театр «Кукол Карелии». А вы ожидали, что будет столько внимания вашему театру? Конечно, ждали! Конечно, ждали, но на самом деле конкуренция была хорошая. Хорошая была. И так ли у них хорошие? Конечно, они ждали. Премии вручены, но больше всего выигрышей оказались мы – зрители. Потому что все лучшие спектакли останутся в репертуаре наших театров. И если вы их еще не видели, найдите такую возможность. Увидимся на территории культуры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова